Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева о налогах. Говорим сегодня, в частности, о том, какие существуют льготы и как налоговые вычеты возвращают часть средств, затраченных на обучение, лечение и покупку недвижимости. В нашей студии главный налоговый инспектор отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области Светлана Янова. Здравствуйте! Здравствуйте! Светлана Александровна. Давайте начнем с общей информации, когда в этом году нам нужно будет заплатить налоги, потому что я знаю, что даты и время меняются. Совершенно верно. В этом году срок уплаты имущественных налогов перенесен на 1 декабря 2016 года, и каждый налогоплательщик, являющийся плательщиками данных налогов, может получить такое уведомление почтовом отделении. То есть нам нужно заплатить налоги до 1 декабря? Не позднее 1 декабря. Не позднее 1. В таком случае, когда же мы получим уведомление, которое обычно приходит в наши почтовые ящики? Массовая рассылка уведомлений в этом году начнется в октябре 2016 года. И в связи с этим на основании данных уведомлений производится оплата. Хотелось бы сказать, что в этом году граждане впервые получат сводное уведомление. А что это такое сводное? Оно означает то, что будут рассчитаны налоги по всему имуществу, которое находится на территории Российской Федерации. Например, если находится квартира в Самаре, а жилой дом в Оренбурге, вы получите сводное уведомление. За все имущество из Оренбурга и в Самаре? Да, совершенно верно. Нужно отметить, что 442 тысячи граждан, которые зарегистрированы на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете для налогоплательщика, получат данное уведомление соответственно через данный сервис. На бумаге, если в том случае придет, только если налогоплательщикам нужно на бумаге данное уведомление. Да, на это нужно обратить внимание, потому что если когда-то кто-то зарегистрировался, но потом не посещал личный кабинет, то обязательно нужно зайти и посмотреть. Совершенно верно. Если менялась, впервые, как это было положено, менялся пароль в личном кабинете, налогоплательщику придет, то есть личный кабинет активирован и придет уведомление. Вы сказали, что мы получим уже такие сводные налоги общие за все сразу, а можно ли самостоятельно как-то это просчитать, чтобы не было уже никаких сомнений? Можно предварительно рассчитать сумму налога, подлежащую плате, можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе налоговый калькулятор, где можно рассчитать земельный налог, имущественный налог, сходить с кадастровой стоимость. Да, но для этого не нужно в личном кабинете регистрироваться, просто заходить на сайт и рассчитывать. В интернете, да. А какие необходимые данные, сведения нужно для того, чтобы рассчитать налог? Это каждый сможет сделать или нужно все-таки как-то к этому подготовиться, где-то взять сведения? Там указывается кадастровая стоимость, ссылка на кадастровую стоимость, кадастровую стоимость можно узнать на сайте Росреестра, и там как раз в этом калькуляторе есть ссылка, когда можно перейти на другой сайт. Понятно. При желании все можно рассчитать. При желании можно рассчитать. К нам в телекомпанию поступают часто вопросы от телезрителей, и есть несколько вот именно по теме налогов. Если можно, я их вам адресую, а потом мы перейдем к нашей основной теме налоговых вычетов. Михаил спрашивает, есть имущество, но никогда не получал налоговое уведомление и не оплачивал налог. Куда обращаться, какой штраф грозит? Нет. Сообщать о наличии имущества, которое плательщик находится в собственности, такая обязанность была введена с 1 января 2015 года. И поэтому в течение этого года, не позднее 31 декабря, нужно в налоговую инспекцию по местонахождению имущества сообщить о факте владения. С 1 января 2017 года непредставление таких сведений грозит привлечению к штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы и исчисления налогов за 3 года. Нужно только отметить два нюанса, что данная обязанность не распространяется на налогоплательщиков, которые уже постоянно регулярно получают данное уведомление, или если у налогоплательщика имеется льгот в виде освобождения от уплаты налога. Нужно отметить также, что представление в произвольной форме не считается исполнением данной обязанности. Да, то есть для этого, чтобы в этой официальной форме, для этого нужно прийти в налоговую инспекцию, в свое отделение или как? В налоговую инспекцию по месту нахождения имущества, потому что там в основном рассчитывается налог. Понятно. Вот, какие новые детали. Следующий вопрос, Лариса Тимофеевна. Наша бабушка в 2014 году получила в наследство от своего супруга одну вторую долю в квартире. Квартира была куплена в браке более 10 лет назад, зарегистрирована на муже. Вид права собственности. Сейчас бабушка собирается продать квартиру. Прошло менее трех лет с момента смерти наследодателя. Будет ли она обязана оплатить налог с продажи имущества? В данном случае нет, поскольку если имущество приобреталось с супругами в браке, и между ними нет какого-то дополнительного договора, который определял разные доли владения, например, брачный договор, данный имущество является соответствующим гражданским семейным кодексом, совместно нашим имуществом. И поэтому получается, что в данном случае у бабушки находилось это имущество тоже более 10 лет. И изменение доли не влияет на то, что это имущество у нее все-таки более 10 лет. Понятно. Ну теперь перейдем к нашей основной теме налоговых вычетов. Какие они бывают? Хотелось бы узнать, какие виды. Может быть, мы не все знаем и поэтому не пользуемся. Ну, можно, наверное, назвать основными видами. Это стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются, в частности, родителям на детей несовершеннолетних. Предоставляются данные вычеты в основном работодателям. Если работодателям в какой-то причине в течение года не был предоставлен данный вычет, то налогоплательщик вправе заявить этот вычет по окончании года, прийти в налоговую инспекцию, представить декларацию. Следующим вычетом хотелось бы назвать это социальные налоговые вычеты на лечение, обучение, как свое, так и своих детей. Вычеты по взносам, по добровольному страхованию жизни, по добровольному пенсионному страхованию, то есть такого рода. И самые, наверное, распространенные имущественные налоговые вычеты тоже можно условно разделить. Это вычеты, связанные с приобретением либо строительством жилого дома, квартиры, комнаты, а также приобретением земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или земельного участка, который приобретается вместе с жилым домом. И следующая категория имущественных вычетов – это вычеты по уплате процентов, связанных с тем, что налогоплательщики берут целевые кредиты, займы на приобретение данного вида имущества. То есть ипотечные кредиты, такого рода кредиты тоже предоставляется вычет. Скажите, пожалуйста, процент вот этих налоговых вычетов, он всегда одинаковый, один и тот же, или он в разных случаях, в разных видах разный? Размер вычетов разный, а возвращается налог на доходы в виде 13%. Всегда 13%, да. Ну понятно, что суммы, конечно, будут разные. И относительно сроков. Есть такое опасение пропустить вот это время, в которое можно заявить о том, что ты претендуешь на вычеты, вот когда нужно об этом заявлять? Да, установленные сроки для представления декларации, когда гражданин обязан исполнить свою обязанность по декларированию дохода, не распространяются в данном случае на налоговые вычеты. То есть налоговый вычет можно не обязательно заявлять до 30 апреля, а в течение года. Более того, что если налогоплательщик произвел расходы ранее, например, на обучение, лечение, то можно заявить вычеты за три предыдущих года. В данный момент, в 2016 году, возможно представить декларации за 2015, за 2014-2013 года. И еще раз хотелось бы услышать о имущественном налоговом вычете. Что он из себя представляет? Вот вы сказали, суммы разные. Как вот опять же понять для себя, сколько это будет? Имущественный вычет, приобретение, ну вот если на примере приобретение квартиры, представляется вычет в размере не более 2 миллионов рублей. Если налогоплательщик покупает квартиру за 3 миллиона рублей, то ему предоставляется вычет 2 миллиона. Соответственно, он может возвращать налог, исходя из данной суммы. Вычет по уплате процентов с 2014 года установлен в размере 3 миллионов рублей. По тем кредитам и квартирам, которые были приобретены через ипотеку, например, до 2014 года, размер процентов не ограничивался. То есть в зависимости от того, сколько фактически плательщик оплачивает процентов, предоставляется вычет. Ну и сегодня, наверное, самая актуальная тема для студентов, а также их родителей, это налоговые вычеты за обучение. Скажите, кто может на них претендовать и куда подавать вот эти вот заявки? В какое время? Что будет, какая сумма возвращена и так далее? Значит, сам налогоплательщик может воспользоваться вычетом за свое обучение, а также налогоплательщики родителей, которые оплачивают за обучение своих детей на поочной форме обучения в образовательных учреждениях. Нужно отметить, что предоставляется вычет на детей, возраст которых не превышает 24 года. То есть если возраст превышает, то уже вычет родителю не может быть предоставлен. А также налогоплательщик, который оплачивает обучение брата или сестры, вправе также воспользоваться вычетом. Здесь тоже есть возрастное ограничение для студентов, получается, не более 24 лет. И важно, чтобы это была очная форма обучения. То есть вот, допустим, брат, который уже работает, зрелого возраста, может себе позволить оплатить обучение младшей сестры. Вот что ему делать? Как он может на эти деньги уже отданной претендовать? Есть два способа, значит, как можно воспользоваться социально-налоговым вычетом. В данном случае можно подать декларацию. Например, вот если оплата была произведена в 2015 году, за 2015 год подается налоговая декларация в налоговую инспекцию по месту прописки. С 2016 года у нас было внесено изменение, и социально-налоговый вычет может быть предоставлен у работодателя. Для этого налоговую декларацию необходимо в налоговую инспекцию про месту прописки взять уведомление, подтверждающее право на данный вычет, и представить своему работодателю. У него не будут удерживать налог, исходя из той суммы расходов, в которой в уведомлении указано. Понятно, да. Есть какие-то случаи, когда можно наличными получить средства? Допустим, купил квартиру, и тебе нужно возместить срочно кредит, или нет, такого не бывает вообще? Перечисление денежных средств осуществляется на счет налогоплательщика в банке. Наличными денежными средствами данные средства не выдаются. То есть платильщик подает декларацию, пишет заявление о возврате налога, указывает свои реквизиты, реквизиты банка, где у него находится счет. В течение трех месяцев проводится камеральная проверка декларации, и в течение месяца по окончании проверки перечисляются денежные средства на счет плательщика. А они единовременно перечисляются, или тоже разносятся на год, на годы? Вычет предоставляется, как я уже сказала, у всех вычетов свои размеры, и вычет предоставляется не в виде возврата всей суммы, которую плательщик понес, расходов, а соответствующей суммы налога, то есть 13% от расходов, грубо говоря. И если налогоплательщик оплатил за обучение ребенка 50 тысяч в налоговом периоде, то есть в календарном годе, он может вернуть сумму в размере 6,5 тысяч рублей. С учетом, что данный налог налогоплательщика был оплачен, то есть перечислялся в бюджет, поскольку возвращается налог из бюджета, ранее оплаченный. Понятно. Вот теперь понятно. Информации очень много. Предлагаю посмотреть ролик Федеральной налоговой службы, и потом продолжим разговор. Знаете ли вы, что часть уплаченных налогов можно вернуть? Вы слышали про налоговые вычеты? Давайте разберемся с ними. Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается доход, облагаемый налогом. В некоторых случаях использование вычетов предполагает возврат ранее уплаченных сумм налога. Вычеты предоставляются только тем гражданам, которые ранее оплатили налог по ставке 13%. Если вы нигде официально не работаете или получаете только государственную пенсию, то вы не можете осуществить возврат налога. Имеются разные виды вычетов. Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам, на обеспечении которых находятся дети и некоторым другим категориям граждан. Как правило, стандартные вычеты предоставляются работодателям при расчете зарплаты. Имущественные вычеты предоставляются, если вы приобретаете квартиру или комнату, строите или покупаете себе дом или земельный участок для него. Социальные налоговые вычеты предоставляются, если вы оплачивали лечение, учебу, медицинское и пенсионное страхование или занимались благотворительностью. При этом имеются ограничения на максимальную сумму по этим расходам. Так, например, на лечение, за исключением дорогостоящего и свое обучение, вычеты предоставляются до суммы расходов 120 тысяч рублей, а на обучение, например, детей – до 50 тысяч. Обратите внимание, что возврату подлежит не вся сумма расходов, а только сумма уплаченного налога. Например, если вы оплатили лечение тысячью рублей, то сумма возврата составит 130 рублей, то есть 13%. Для получения налогового вычета необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3 НДФЛ. Одновременно вам необходимо предоставить копии всех документов, подтверждающих право на вычеты, а также можете предоставить и заявление о возврате суммы налога. Возврат осуществляется в течение одного месяца после положительного решения о предоставлении налогового вычета. Налоговый вычет, как правило, предоставляется тому, кто оплачивал. Например, если вы оплачивали учебу ребенка, то налоговый вычет предоставляется вам, и при этом важно, чтобы договор и платежные документы были оформлены лично на вас. И обязательно храните оригиналы всех документов. Подробную информацию о налоговых вычетах и как их получить вы можете найти на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру в разделе «Для физических лиц». Получить налоговый вычет несложно. Обращайтесь, мы вам поможем. У нас еще остались вопросы от зрителей, которые поступили ранее. В 2015 году вышел на пенсию, купил квартиру. Могу ли получить имущественный налоговый вычет в связи с такой покупкой? Да, такое право у налогоплательщика имеется в 2016 году. То есть сейчас можно подать декларацию о доходах за 2015 год в связи с тем, что гражданин является пенсионером. Ему предоставляется такое право, как перенос остатка имущественного вычета на предшествующие периоды, но не более трех. Соответственно, на 2014, 2013 и 2012 года. Данное право только для пенсионеров распространяется, поскольку, возможно, пенсионер в будущем работать не будет и не сможет уже больше вернуть налог в связи с приобретением квартиры. Имею ли я право, как налогоплательщик, на получение социального налогового вычета за медицинские услуги, оказанные в санаторно-курортном учреждении? Да, в частности, санаторно-курортное лечение также по данному лечению может быть предоставлен социально-налоговый вычет. Для этого необходимо налогоплательщику представить справку об оплате медицинских услуг для предоставления налогового органа Российской Федерации, именно так данной формой и называется, представить платежные документы, подтверждающие приобретение путевки, корешок от путевки, что вы действительно ее приобретали, и предоставляется вычет только по лечению. Нужно учесть, что питание, проживание налогоплательщика не включаются в расходы и в лечении. Может ли пенсионер получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в отношении расходов по лечению и протезированию зубов? В соответствии с НК РФ, трудовые пенсии и государственные пенсии не облагаются налогом доходов физических лиц. Но если пенсионер продолжает работать, у него имеются доходы, которые облагаются налогом по ставке 13% данных. Социальный налоговый вычет пенсионеру также может быть предоставлен. Для всего этого, конечно, нужно найти первоначальный адрес своей инспекции, чтобы узнать подробнее всю информацию, заявить о том, что человек претендует на какие-то вычеты, записаться на прием. Это вообще сложно сделать? Потому что бывают ситуации, когда люди проживают в одном месте, прописаны в другом, имеют имущество в третьем, лечатся за пределами еще где-то в республике. Представить декларацию о доходах можно разными способами. Лично, через представителя в инспекцию, направить декларацию по почте или направить через личный кабинет налогоплательщика. В личном кабинете декларацию можно скачать, можно заполнить в режиме онлайн и направить декларацию непосредственно в инспекцию, через личный кабинет, не приходя в инспекцию. Понятно. В таком случае, если затруднительно явиться самому лично, воспользоваться интернетом, сайтом, зарегистрироваться в личном кабинете, я слышала, что для этой процедуры тоже нужно что-то, обязательно прийти в инспекцию, в свою поместью жительства. Какую инспекцию налогоплательщик с паспортом может обратиться с паспортом и свидетельством обстановки на учет, и ему откроют личный кабинет. Да, все равно нужно один раз прийти и потом уже пользоваться через интернет. Давайте еще посмотрим ролик как раз на эту тему. Есть еще один ролик Федеральной налоговой службы. Посмотрим и продолжим разговор. Хотите узнать, где находится ваша налоговая инспекция? Эта и другая полезная информация имеется на сайте налог.ру. Пройдите по ссылке «Контакты и обращения. Адреса инспекций». Здесь вы найдете информацию о налоговых инспекциях вашего региона. Адреса, местоположения, контакты. Сможете записаться на прием, обратиться с вопросом или предложением. Если вы не знаете, в какой именно инспекции обслуживаетесь, то можете воспользоваться сервисом «Узнать информацию об инспекции по адресу вашей прописки». Сервис позволяет либо ввести код инспекции, либо найти ее по адресу. Оставляйте код инспекции пустым и нажимайте кнопку «Далее». Выберите свой регион, например, Калужская область. Теперь выберите район, например, Жуковский. И, наконец, выберите свой город. Если вы живете в городе федерального значения, Санкт-Петербурге или Москве, например, на улице строителей, выберите в качестве региона свой город. Пропустите район, город, населенный пункт и начните вводить название улицы. Система поможет найти ее. На следующей странице вы увидите всю необходимую информацию об инспекции, платежные реквизиты, сведения об органах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы хотите посетить инспекцию в удобное время, запишитесь на сайте. Ознакомьтесь с подробной информацией и заполните контактную информацию о себе, выберите регион и инспекцию и вид услуги, укажите дату и время. Вы можете записаться на свободное время в течение двух недель, начиная со следующего дня. Затем подтвердите свою заявку. Вы получите письмо с подробной инструкцией по электронной почте. Когда вы придете в инспекцию, введите код в терминал системы управления очередью или обратитесь к администратору зала. Мы ждем вас. Много в нашей жизни возникает разных ситуаций, в которых необходимо либо лечение, обучение. И нужно вот такую информацию знать, на что опять же мы можем претендовать. Допустим, если дети оплачивают лечение уже пожилых своих родителей, вот они могут на какие-то вычеты рассчитывать или нет? Могут. Налогоплательщики, которые оплачивают свое лечение, лечение своих детей в возрасте до 18 лет, родителей, а также супругов, могут претендовать на получение социального налогового вычета. А вот процедура, вот как это пройти? Процедура – это представление налоговой декларации, налоговую инспекцию по месту прописки с представлением пакета документов, подтверждающие данное лечение. Необходимо предоставить договор на лечение, платежные документы, подтверждающие перечисление или внесение денежных средств налогоплательщикам, документы, подтверждающие родственные связи. В данном случае, если оплачивать за лечение детей, необходимо свидетельство о рождении представить. Если супруги, то свидетельство о браке. Если своих родителей, то, соответственно, свое свидетельство о рождении. И предоставить также справку по оплате медицинских услуг для представления налоговой органы. Данная форма справки утверждена специально для предоставления социального налогового вычета, в которой указывается, кто оплачивает лечение, в какой сумме оплачено лечение и в каком периоде оплачено лечение. Данная справка выдается медицинским учреждениям там, где налогоплательщик осуществлял лечение. А вот это медицинское учреждение нужно сразу предупреждать о том, что понадобится такая справка или нет? Можно по окончанию лечения подойти и представить документы, подтверждающие лечение. Медицинское учреждение обязано представить данную справку. Если муж платит за обучение жены, допустим, она учится в высшем учебном заведении, у нее нет средств, она студентка, а муж уже работает и может оплатить. Кодексом у нас оговаривается три категории. К сожалению, когда супруг оплачивает за обучение супруге, данный вычет кодексом не предусматривается, соответственно, не предоставляется. К сожалению. Но в принципе он может как-то помочь другими, как-то можно все равно это сделать. И еще у нас опять же остались вопросы от телезрителей. Имеет ли право налогоплательщик-родитель на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им за обучение ребенка в дошкольном учреждении? И какие документы необходимо представить? Действительно, за обучение в дошкольном учреждении мы же тоже платим? Конечно. Да, налогоплательщик-родитель имеет право по тем расходам, которые фактически были потрачены именно на обучение ребенка. Пребывание ребенка в дошкольном учреждении, а также как медицинское обслуживание, питание ребенка не включаются в данные расходы. Поэтому нужно учесть, что только вычеты расходы по обучению ребенка. Документы, которые необходимо представить налогоплательщику в качестве подтверждения, это договор с дошкольным учреждением, который имеет лицензию на образовательную деятельность. Платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка. Да. И скажите, пожалуйста, вы ведете личные приемы налогоплательщиков, граждан, которые к вам обращаются, как главный налоговый инспектор? Вы работаете вот с людьми, как раз с физическими лицами, да? Мы шляем консультацию, налогоплательщик может позвонить по телефону, а также прийти за личной консультацией в управление Федеральной налогослужбы Самарской области, где мы можем проконсультировать по вопросам, которые возникают налогоплательщика и посмотреть пакет документов, которые плательщик может быть предоставит в качестве подтверждения своего, может быть, своего вопроса, ситуации, то есть в зависимости от того, с каким вопросом налогоплательщик придет. Да, понятно. Потому что есть и общий федеральный, у вас единый контакт-центр, в котором тоже можно задать вопросы, но ситуации бывают разные, и, наверное, по телефону сложно, да, вот на федеральном уровне что-то думаешь? Иногда сложно, когда не видишь документов в какой-то ситуации, если у плательщика возникает какой-то вопрос, необходимо, конечно же, ознакомиться с документами, чтобы правильно и точно проконсультировать налогоплательщика. Прием деклараций в управлении не осуществляется, но осуществляется в инспекциях, в районах по месту прописки налогоплательщика. Вы все равно сталкиваетесь с налогоплательщиками. Какие вопросы вас сегодня даже удивляют, что вот кажется уже все всем известно, а вот приходят люди и вновь и вновь спрашивают. Вот для такой информации, для широкой аудитории, можете вот какие-то советы, чтобы не пропустить, чтобы потом не платить штрафы, чтобы не было потом неприятностей, вот о чем нужно знать и помнить? Ну сейчас в настоящее время данная информация широко освещена, в частности и на сайте Федеральной налоговой службы в разделе физические лица. Есть информация о декларационной кампании, о налоговых вычетах, информация по имущественным налогам, где можно, как я уже сказала, рассчитать предполагаемую сумму налога, которую необходимо вот в данном году будет оплатить. Широкий спектр услуг, которые предоставляет Федеральная налоговая служба, в данном случае данный сайт. Ознакомившись с ним, вы можете узнать новое в законодательстве, интересные ситуации, которые Федеральная налоговая служба представляет на данном сайте. Ознакомиться с какими-то ситуациями, возможно, которые близки налогоплательщикам. Типичные, да. Типичные, да. Узнать о размерах вычетов, то есть о сроках представления деклараций, о тех гражданах, которые обязаны данной декларации представлять. То есть на данном сайте можно почерпнуть очень много информации. А проинформировать о каких-то вот новшествах в законодательстве налоговом или еще чем-то, что вот, что недавно поменялось, вы можете, на что нам нужно обратить внимание, вот в статусе налогоплательщиков мы все практически. Ну, я уже как говорила, что в 2016 года у нас социальный налоговый вычет на лечение и обучение может быть теперь предоставлен у работодателя. Для этого необходимо в налоговой инспекции по месту прописки получить уведомление, которое подтверждает право налогоплательщик на данный вычет. В инспекции также представляется письменное заявление на выдачу данного уведомления и пакет документов, подтверждающий данное право. Уведомление, которое налоговая инспекция обязана налогоплательщику в течение 30 дней, в последующем налогоплательщик может предоставить своему работодателю. И в течение года этого у него не будут удерживать налог. Понятно. Ну и, наверное, еще раз нужно напомнить об обязанности указывать о том, что если у тебя есть имущество, но налоговые уведомления не приходят, то об этом нужно заявлять. Вот сроки, да, это тоже очень важно, потому что это заканчивается такое льготное вот это вот время, да? Да, совершенно верно. До какого момента нужно сделать? До 31 декабря текущего года необходимо уведомить налоговую инспекцию по месту нахождения имущества о том, что не приходит уведомление по форме, которая специально утверждена для данного случая. И с 1 января уже учесть, что с 1 января 2017 года будут предусматриваться санкции для граждан, которые не сообщают о данном имуществе, о неполучении уведомлений. Но за исключением людей, которые уже получают такие уведомления, то есть на них данные обязанности не распространяются, и тех, кому предоставлены льготы в виде освобождения от уплаты налога. И у нас остается буквально меньше минуты, как разуме, до какого срока нам нужно заплатить налоги в этом году и до какого мы получим уведомления. В течение октября 2016 года будет рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов, и не позднее 1 декабря необходимо данный налог будет оплатить. Спасибо большое за такую полезную и важную информацию. Всего хорошего. Спасибо и вам за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!